Дефицит федерального бюджета в первом месяце 2023 года оказался неожиданно высоким. 1,8 триллиона рублей. Это самый большой показатель с 1998 года. И это, вдумайтесь, в 60% от запланированного на весь год дефицита. Нефтегазовые доходы бюджета существенно снизились, российская нефть резко подешевела, а поставки газа в Европу упали более чем в два раза. Это огромный удар по кремлёвскому кошельку. Бункерный дед в агонии. Экономика сокращается, а война требует всё больше денег. Чем Кремль закрывает бюджетную дыру? Какие у него есть резервы? Надолго ли их хватит? Кремль впервые почувствовал на собственной шкуре действия западных санкций. Общие доходы бюджета в первый месяц года по сравнению с январём прошлого года снизились на 35%. А нефтегазовые доходы и вовсе упали чуть ли не наполовину. Реальные санкции начались только в декабре месяце, по сути, полтора месяца назад и 5 февраля ещё одни санкции. Вот реально эти два пакета обеспечили, что доходы бюджета Раши в январе месяце от нефтегазовых инструментов, это и нефтегаз и нефтепродукты, уменьшились на 46%. С одной стороны, с другой стороны, Путин решил существенно увеличить затраты на войну. И всё это вместе привело к тому, что образовалась огромная дырка в бюджете, беспрецедентно, это впервые в истории, дырка в бюджете была 25 миллиардов долларов. Независимые российские СМИ сообщают, что правительство выделило военно-промышленному комплексу львийную долю финансирования, которая предназначалась на первый квартал. В течение года может быть ещё несколько подобных траншей. На что именно тратятся деньги, узнать из открытых источников теперь невозможно. Кремль засекретил всё. Но несложно догадаться, все ресурсы идут в одном направлении – на войну против Украины. Безусловно, у Путина нет времени, как он любит говорить, нет времени на раскачку. Нет времени у него, потому что чем дальше они будут идти, тем меньше у него будет денег. А деньги война жрёт огромные. Это, кстати, видно по последнему бюджету, который в январе дал огромную дыру. Дыра в бюджете сопоставима только с той, которая была после дефолта ещё в прошлом веке, в 20-м, в 1998 году. То есть ничего подобного не было раньше. То есть и эта дыра огромная будет расширяться. С чего он будет платить своим головорезам? С чего он будет платить за вооружение, за покупку там всяких из Ирана тоже всего, всяких этих дронов и так далее. Ну и куча других расходов. Вплоть до того, что не хватит на шубы для автов мобилизованных. Как известно, теперь их так покупают. Главным источником латания бюджетных дыр стал Фонд национального благосостояния. В ФНБ, главной бюджетной кубышки России, в начале февраля было около 11 триллионов рублей. Это более 7% ВВП страны. Сумма впечатляющая, но на фоне продолжающейся войны против Украины и действия санкций, российские резервы просто тают на глазах. Реально осталось там денег ликвидных. Это деньги, которые можно быстро получить оттуда. Приблизительно на 90 миллиардов долларов. Мы не будем в рублях считать. Почему? Это не имеет смысла. Вчера рубль был 68, сегодня 78, а завтра будет 88. Понимаете? Поэтому лучше в долларах считать. Осталось 90 миллиардов долларов. Вроде бы много. Но если они за месяц, за январь залезли на 25, ну немножко меньше миллиардов, то по сути до лета деньги фонда могут закончиться. Причем хранят там деньги, да? В золоте где-то на 25 миллиардов долларов. У них монетарное золото есть. И они начали его продавать уже. Дальше евро где-то в районе 10 миллиардов евро. Остальное в китайских юанях. В китайских юанях валюта тоже не очень стабильная. Но бункерный дед и дальше лжет своему народу. Он убеждает, что с финансами у них все хорошо. Что такое фонд национального благосостояния? Кубышка была создана в 2008 году. Тогда стабилизационный фонд поделили на две структуры. Непосредственно ФНБ и резервный фонд. Причем ФНБ задумывался не как средство латания бюджетных дырок, а как механизм стабилизации пенсионной системы. Ведь с пенсиями в России проблем хоть отбавляй, но на фоне войны о них просто забыли. К 2018 году резервный фонд был исчерпан. Его остатки слили с фондом национального благосостояния. Тогда же в России появилось бюджетное правило. Доходы бюджета при цене на нефть выше цены отсечения, то есть выше 40 долларов за баррель, шли в ФНБ. С учетом того, что российская нефть продавалась намного дороже, фонд пополнялся небывалыми темпами. До войны бюджетная система России работала стабильно, резервы росли, дефицита не было. Но войной против Украины Путин всю эту систему сломал. Почти сразу после вторжения отчисления в кубышку приостановились. Эксперты говорят, при нынешней ситуации вряд ли удастся что-то отложить в резерв. Кремль, наоборот, будет проедать все оставшиеся запасы. Собственно говоря, так уже и происходит. понятия, что в Казахстане в Западе и других ресурсов. Таким образом, кризис, в общем-то, экономически будет развиваться, и неполитежи будут развиваться, и проблемы с зарплатами бюджетников будут, и проблемы с выплатами военнослужащих и так далее. Тем более, деньги взять у них неоткуда, никто им не даст сейчас денег России. Таким образом, это тоже ухудшает ситуацию, утяжеляет ее для Путина. Начиная с октября прошлого года, Кремль ежемесячно изымает из фонда благосостояние по несколько миллиардов долларов для пополнения бюджета. Более того, чтобы покрыть дефицит, Минфин начал продавать золото пенсионеров. В январе было продано более 3,5 тонн драгоценного металла. Кроме того, Минфин РФ начал распродавать из фонда и китайские юани. Все вырученные средства пошли на латание дыр в бюджете. Скорость очень большая. Начинал он в декабре месяц, ноябре месяц, где-то в районе 10 миллиардов в месяц. А уже в январе было где-то в районе 20 миллиардов. Но скорость увеличилась. Это с одной стороны он тратит. А с другой стороны, инвестиции этого фонда были тоже безобразные. Я хочу напомнить гражданам Раши, что 3 миллиарда он дал Януковичу, чтобы тот удержался при глади. И этих денег они не увидят. Еще много было расходов этого фонда, которые, по сути, неликвидны. Из этого фонда он финансировал несколько своих карманных бизнес-структур, своих друзей, посипак кремлевских. И там тоже не все ликвидное. Поэтому я сказал, что ликвидных активов, это не только моя оценка, это оценка серьезных аналитиков-экспертов. Всего на 90 миллиардов осталось. То есть не очень много. Эксперты говорят, доходов бюджета явно не будет хватать на финансирование всех расходов, а значит резервы будут тратить и дальше. Российские экономисты убеждены, что если дефицит бюджета будет на уровне 3 триллионов рублей в год, то резервов фонда благосостояния хватит на пару лет. Но проблема в том, что дефицит будет более чем в два раза запланированного. До 7 триллионов рублей. Ведь в связи с мобилизацией только на зарплаты и компенсации за гибель и ранение дополнительно придется потратить больше 3 триллионов рублей. Эти расходы не заложены в бюджет. Когда я слушаю некоторых вроде бы авторитетных экономистов Раши, ну типа Алексашенко, которые говорят, ну на 2-3 года хватит денег. Какие 2-3 года, товарищи экономисты Раши? Если такими темпами они будут тратить деньги, то хватит буквально на несколько месяцев. То есть летом деньги могут кончиться. Но что я думаю? Довольно профессиональные экономисты Раши, это Сидуанов, Набибулина, они придут к Путину, они уже пришли и сказали, товарищ Путин, денег осталось на несколько месяцев. Давайте по-другому финансировать бюджетный дефицит и его уменьшать. И я предполагаю, что у них осталось 3 источника финансирования бюджетного дефицита. Вот деньги этого фонда. Второе, это внутреннее заимствование, когда министерство финансов Раши выпускает долговые обязательства, а их покупает бизнес и люди. Но бизнес и люди уже не дураки, никто покупать эти бумажки не будет, потому что вероятность монетизации этих бумаг очень маленькая. Поэтому будет покупать центральный банк, а это называется эмиссия. И эмиссия уже началась. И поэтому это по сути, что такое эмиссия? Это инфляция и девальвация, они уже начались. В январе Федеральная таможенная служба России перечислила федеральную казну на 31% меньше сборов, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, бюджет сверстан с расчетом, что нефть будет продаваться по 70 долларов за баррель. Но она продается намного ниже даже потолка цен, менее 50 долларов за баррель. А из-за проблем со сбытом нефти, Кремль готовится пустить под нож ключевую отрасль. С марта хочет сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. А это значит, что в последующие месяцы будут сокращаться и налоговые поступления в бюджет. Бюджетная дыра будет только разрастаться. Я думаю, что каким-то глобальным изменением приведет не это, а весь комплекс ситуаций, которые сейчас происходят. То есть военные поражения и трудности на войне, массовые гибели людей на войне, экономические трудности, проблемы с финансированием войны и финансированием бюджетной сферы в целом в России. И внутренний раскол в элитах, выделение двух флангов, да, с одной стороны, отмороженных ястребов, типа Пригожина, Кадырова. С другой стороны, тех, кто хочет, чтобы все переменено, чтобы забыть про все, перечеркнуть эту страницу и вернуться к тому, что было раньше, спокойно сидеть на финансовых потоках государственных и жить в свое удовольствие, как Собянин, Мишустина и многие другие. Таким образом, это все эти процессы, они неизбежно приведут, я считаю, к краху путинского режима и к новой русской смуте. Что же будет, если деньги в фонде благосостояния закончатся? В России есть еще и другие кубышки. Например, резервы Центрального банка, они составляют почти 600 миллиардов долларов. Правда, они частично заморожены. Фонд национального благосостояния – это как раз часть золотовалютных резервов Центробанка. В части работы по возврату этих активов мы уточняем свою юридическую линию, но это не простой процесс. Я уверен на 100%, что летом перед Путиным будет дилемма. Или идти на радикальное уменьшение доходов граждан Раши, или надо сокращать расходы на войну. То есть у Путина осталось буквально несколько месяцев воевать. Или он будет воевать со своим народом, или он будет воевать с Украиной. Вот у него дилемма такая. От войны Путин вряд ли откажется. Он будет залезать в карманы своих граждан. Эксперты говорят, будет нелегко всем – и бизнесу, и людям. Предпринимателей Кремль задавит налогами, людей обрезанием всего, что только можно. Сократить расходы на войну Путину не позволит гордыня и страх за свою жизнь. А вот сэкономить на развитии, например, науки или медицины – вполне. Надо прекращать войну. Или залезать очень сильно в карман граждан Раши. Уже залезли. В прошлом году граждане Раши или рашисты тратили на покупки услуг и товаров на 10% меньше, чем в позапрошлом году. Они и так уже начали беднеть. Ну, 10% не так и заметно. Но в этом году, по моим расчетам, цифра будет больше. 12-13% падения жизненного уровня граждан Раши. Ну, переживут. Переживут они это. Привыкли жить в нищете. Однако, будут проблемы в некоторых регионах, на некоторых предприятиях, которые остановятся просто. Просто остановятся. И там уже будут перебои с едой, с водкой. А в Москве и в Петербурге даже с наркотиками могут быть проблемы. А как они без них будут жить? Вот как Медведев будет жить без этого? Ну, не переживет. Фонд национального благосостояния задумывался, как поддержка будущих поколений способ сбалансировать пенсионную систему. Но об этой его роли уже давно забыли. Развязав коровопролитную войну против Украины, Путин лишает будущего не одно поколение россиян. Накопленные годами ресурсы тают, как прошлогодний снег. Путин свою миссию уже выполнил. За год он уничтожил страну.